они буквально отложили все остальные работы и не трудились на дать точно так же все происходило здесь все складывалось даже сегодня автобус на которым я должен был ехать сломался прямо передо мной я ждал 20 минут я должен был опоздать на встречу с Лешей я приехал в город я не понимаю как это могло произойти ну вот даже в этом сегодня сюда пришел шикарный код когда когда мы только начали здесь устанавливать все складывается это все все сюда а теперь о храме я думаю каждый из вас согласится со мной что больно ну кто насколько смог воспринять кому-то показал вектор кому-то повернул глаза кому-то он донес еще больше вот об этом больше меня хотел бы сказать иногда Коля даже не мог сформулировать точно но вот в макете большом макете который стоит в офисе огромный вход при натуральных размерах это представьте себе вход в храм высотой 70 метров я все пытал полю зачем и в один момент он понял и выдав что храм должен быть вот так вот как рассеченное отверстие грудь вот так вот он должен быть к человеку потом однажды Коля сказал что этот вход когда ты входишь в него ты не чувствуешь себя маленьким наоборот ты начинаешь расти и когда ты входишь в середину храма и поднимаешь руку ты протыкаешь вот здесь протыкаешь и достаешь до неба потом однажды он очень хорошо сказал что храм должен быть открыт всегда днем ночью зимой летом всегда он просто не закрывается никогда он всегда должен быть насквозь он должен все пронизать он должен всему миру открыть себя и весь мир в себя вобрать и вот эти глаза этот взор обращенный в себя или вперед когда мы смотрим не туда мы знаем куда показывает Коля куда он направил наши глаза и мы знаем что мы смотрим не туда куда надо вот куда и когда сегодня мы подходили и оттуда от дорожки я увидел вот этот просвет сквозь него освещенную солнцем зеленью я вот начал понимать некоторые вещи то что я сегодня говорю я говорю первый раз это мне открыл вот этот храм вытащил из памяти вот то что говорил Коля и еще Коля говорил что храм это путь в другое измерение и в это другое измерение поворачиваем наши глаза на экране в путь кучу кучу Ребята, я вам хочу напомнить одну из любимых фраз Коли Что наш храм уже есть, его осталось только построить Он часто повторял эту фразу И я думаю, все согласятся, что он уже был построен Колей, Приколей давным-давно Сегодня мы открываем памятник Коле, памятник храму А сам храм был в душе, в Колиной, в нашей Нельзя сказать, что это был виртуальный храм, это был настоящий храм Еще я хочу вспомнить о одной из наших последних встреч с Колей Мы гуляли ночью в Комарово, зимой У нас была встреча Батламанской компании И в какой-то момент мы пошли прогуляться Мы были, что называется, in high spirit В прекрасном расположении духа И я как-то расчувствовался и сказал Коле, что бы с нами ни случилось, я хочу, чтобы ты знал Насколько я тебя благодарен, насколько много ты сделал для меня Я успел сказать слова Ну, а Коля просто меня приобнял, так по плечу поподклопил Ну, пошли дальше будем Очень дорогой человек, очень дорогой нам в стране Спасибо, Гриша, спасибо, Леша, за создание Я еще буквально одно слово Вот этот вот герд храма, это Коля придумал Придумал Коля, Вася, я его отрисовал вместе с Колиной Это придумал Коля А вот здесь Коля, Коля, два Коля, да-да Конечно, придумал Коля Вася, на второй Коля отрисовал А сейчас слово Анна Бесс и Даниэль Привет Привет А сейчас слово Анна Бесс и Даниэль 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 Сергей, у нас вообще брат был. Я хотел бы представить о тех, которые никогда раньше не читал. И чуть-чуть краткая предыстория. Написано, мне кажется, в 88-м году, довольно сложные тогда для меня времена, когда после сайгоновско-битловско-зинейдерства послужил в армию и вернулся домой, довольно сложно приходил в нормальные жизни. Никогда Коля их не читал, из-за некоторого, может быть, как я считал, пессимизма, которому со стороны Коли наверняка был подвергнут этой обструкции. Ну, думаю, что сейчас, да, я впервые прочитаю это, и более вам, и отныне, и навсегда, и отвечаю Коли. Где мистер почтальон с посылкой и письмом? Ведь вся моя любовь была когда-то в нем, которой за деньги известно не купить, я должен знать бы лучше, что этому не быть. И ночи были веселые, хоть после трудных дней, один рожденный в жизни был многих дней полней. Чудак из ниоткуда уходит в никуда, наверное, в поляны, наверное, навсегда. И девушка покинула свой дом, и нет ответа, и даже с помощью друзей нет на поезд билета. И Люси больше не зовет, нас двое, пойдем вместе, и одинокие сердца не зазвучат в оркестре. Его вчера увел сержант по Пенни Лейн в Танкзас, здесь, там, да и повсюду, играл он много раз. Машину некому везти, кому кормить свиней, через вселенную лететь, не взяв с собой моржей, ты не давал денег мне, возможно, я не прав, но помоги, и я вернусь. И Олвин, Низислав. Вечером концерт большой. Оказалось, что вокруг Коли много друзей, а самое главное, много действий. Вот уже был концерт 23-го Маниха небольшой, посвященный Коле памятника. А вечером концерт. А в начале этого концерта будет показан фильм, пока единственный, но готовится еще как минимум два сделанных фильм под названием «Новый Мэн», и вот с нами главный режиссер этого фильма из Москвы специально приехал Сергей Миров. Чего я мог сказать? В общем, сказал фильм. Сейчас только хочу добавить одну вещь. Вот существуют споры, фильм у меня были вокруг него, можно ли строить храм, вот типа создавать или не создавать себе кумира с христианской точки зрения. С православной точки зрения. Давайте не будем забывать об одной очень важной вещи Что было что-то такое, что нам завещал Господь через своего сына А были, кстати, и заповеди такие, которые просто-напросто к его завещанию приклеили люди, которые на этом наживались Они были все две тысячи лет, собственно И, наверное, только в наших душах есть ответ на то, что нужно следовать буквально побуквенно От чего можно отступить, потому что душа просит На самом деле группа Битлз так случилась, что действительно была для нас богами Как тогда Леннон сказал, что мы сейчас популярнее, чем Иисус Христос Да, нас хулиганил, слово популярнее было неправильно Но факт тот, что именно эти четыре человека Ну хорошо, можно шесть Определили наш образ мысли, наш образ жизни Вот нам всем сейчас большинству, да, битловских мальчиков далеко за 60 И мы всю свою жизнь живем вот так, как нам завещали эти ребята Вот Коля, ну не хочу говорить слово пророк Но все равно вы все подумываете, да? Вот он каким-то образом через себя до нас доносил слово вера Вот существует огромное количество, опять-таки, ритуалов в той или иной религии Они уже пустые, потому что они не наполнены верой А вот Коля напоминал нам всем И до сих пор напоминает Что такое настоящая вера Опять-таки, будет построен в каменном виде храм или не будет? Он уже построен, он уже существует Мы все и есть этот храм Вот, собственно, и все Спасибо всем Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok